Задача. Поршень в цилиндре двигателя проходит расстояние 82 мм между крайними точками за 5 умноженное на 10 в минус третьей степени секунды. Полагая, что движение поршня происходит по гармоническому закону, определите максимальную скорость поршня и максимальное ускорение. Решение. Изобразим условно положение поршня в цилиндре двигателя. Из рисунка видно, что амплитуда колебаний поршня равна половине расстояния между крайними точками. Так как расстояние между крайними точками поршень проходит за 5 умноженное на 10 в минус третьей степени секунды, то период колебаний... Найдем частоту вынужденных колебаний поршня. Запишем уравнение колебаний в общем виде. Подставим в него полученные данные. Мы получили зависимость смещения х поршня от времени t. Теперь воспользуемся тем, что производное смещение по времени есть скорость, то есть... Произведем вычисление. Мы получим зависимость скорости v поршня от времени t, где коэффициент 8,2π перед функцией sin имеет смысл амплитуды скорости. Учитывая тот факт, что производное скорости по времени есть ускорение, то есть... Произведем вычисление. Это зависимость ускорения а поршня от времени t, где коэффициент 1,64 умноженное на 10 в третьей степени π в квадрате. Перед функцией cos имеет смысл амплитуды ускорения. Ответ. Максимальная скорость равна 25,478 м в секунду. Максимальное ускорение поршня равно приблизительно 16,4 умноженное на 10 в третьей степени метром на секунду в квадрате.